Всем доброго времени суток! Есть такая вещь, как утечка от разных инсайдеров или датамайнеров, которые выбрасывают в интернет информацию, которая в теории еще не должна появиться для игроков раньше определенного срока. Информация бывает разной, на практике она зачастую сбывается с точностью 90%. Так вот, каждый раз после анонса новой операции, кто-то сразу же закидывает в сети информацию о будущем сезоне. Те, кто давно подписан на мой канал, знают, что я всегда делаю подобные видео по утечкам на оперов за целых три месяца до официальной презентации. Если вы недавно подписались на наш канал, то просто знайте, что есть комьюнити Асада такая традиция. К чему я это говорю? Утечка немного странная и может вызывать вопросы, поэтому я лишь очередной раз хочу напомнить вам, что за три месяца многое может поменяться. Перед тем, как мы начнем, хочу посоветовать вам одного парня с канала Алдиар. Капитан Казахстан. Он достоин вашего драгоценного внимания и вы сможете ознакомиться с обширной библиотекой разноформатных видео, гайды на разных оперативников, топ-подборки и активные стримы, которые проходят довольно часто. В общем, обязательно загляните к нему после видео. Ссылочка, как всегда, ждет вас в описании. Постов на разных ресурсах полно и сегодня мы обговорим лишь те, которые больше всего похожи на правду и имеют хоть какие-то подтверждения. И самое главное, когда несколько источников подтверждают одну и ту же информацию. Итак, для разминки по скинам. Один из уже хорошо зарекомендовавших себя датамайнеров, Ролли Нолли, откопал в файлах игры несколько интересных скинов. Например, что в будущем на щиты появится тонкий лед. Также он раскопал достаточно приличное количество комплектов на оперативников. Там будущее про лига и просто комплекты, но самое главное, что они все на одну тематику. В стиле мафии, что ли, даже не знаю, как правильно подобные сеты обозвать. Поскольку они разного качества и на оперативников разных подразделений, это явно не просто комплекты, которые позже появятся в продаже. Это либо из будущего ивента, либо же награды в будущем Батл Пасс. Возможно, даже к тому самому ивенту про один патрон в магазине. По стилистике плюс-минус сходится. С разминкой закончили и переходим к главной утечке прошлой недели. Это оперативники, которые ожидают нас во втором сезоне пятого года. Название операции «Hidden Ace». Простите за мой английский, что дословно переводится как «повсюду глаза» или «скрытые глаза». Благодаря тому, что написали название операции, мы уже по одному тизеру только сможем понять, насколько правдива была утечка. Хотя и так почти не сомневаюсь. Первый защитник Вилли Живия из ЮАР. Указано, что он будет использовать Т-5 СМГ, то есть ПП как у Лижина. Но у него будет возможность установки прицела ОКОК. ИТ-12 и пистолет РГ-15. Поскольку указано, что оперативник будет с одной единицей скорости и три брони, появление у него ОКОКа меня не сильно смущает. Смущает меня другое, что есть параллельный слив скриншота разгрузки оперативников. Где да, действительно есть ПП Лижина и пистолет полячки РГ-15. Но нету дробовика ИТ-12, а вместо него ПП-бандита. В доп. гаджетах пока пулестойка камера и Сифор. Способность такова будет обладать специальной колючей проволокой, которая будет сильно замедлять врагов и наносить им незначительный урон, когда они передвигаются по ней. Эта проволока имеет иммунитет к ударам прикладом и отмечает гаджеты, которые заехали в нее. Звучит довольно интересно, я так понимаю, механика отметок дронов будет прямиком взята из будущей новой функции в игре. И возможно нерв ГУ Мин Лижина именно на фоне подготовки к выходу будущего оперативника. Я хочу заметить, что Ubisoft за некоторое время до выхода новых оперативников зачастую создают спрос на определенный гаджет. Чтобы при их анонсе был эффект вау, чтобы каждый сказал вау, вот это то, что нужно, прям МБА давно не хватало. Так что вполне возможно, что в течение трех месяцев мы будем получать некий нерф из замедляющих гаджетов. Второй оперативник нападения Один из Норвегии. В разгрузке C7, АК-12, пистолет ПМ и СПД. И тут все две утечки полностью подтверждают друг друга. Ну и как вы уже поняли, нового оружия пока нет. У него будет паукообразный дрон, который сможет перемещаться по потолку и стенам. И просверливаться сквозь неукрепленные стены. Также он сможет стрелять зарядом, который будет постепенно восполнять здоровье оперативников, которые находятся в зоне действия самого заряда. По итогам можно сказать, что мы получили очень точную информацию за исключением расхождения в разгрузке первого оперативника. Есть еще новое интервью, из которого мы узнаем, что Ubisoft очень озабочена тем, что есть определенная кучка оперативников, которая зачастую нужна почти на каждой карте. В основном это бричеры, типа Хибана, Маврик, Термит, Зофия и так далее. Полезность остальных оперативников, независимо от их способностей, все равно остается не такой яркой. И всегда приходится выбирать одних и тех же оперативников на любой карте, вместо того, который понравился. Поэтому разработчики планируют ввести в доп-гаджеты некоторых оперативников специальный гаджет, наподобие пробивного для укрепленных стен. Или Эми-гаджет, чтобы, к примеру, дать его оперативнику Нёг, благодаря которому в игре появилось бы куда больше разнообразия как в геймплее, так и в мете. И я хочу напомнить, что уже довольно давно на фоне первой утечки про дополнительный гаджет для защитников в виде сигнализации, которую наконец-то анонсировали на презентации пятого года, была также утечка про некую Ипак-гранату, которая сможет пробивать укрепленные стены. И о ней, кстати, все на той же презентации разработчики упомянули вскользь, но не показали, поскольку показывать там, судя по всему, пока нечего. Кстати, на ДТС сейчас происходит очень много изменений у оперативников, там снова нерфят Элу и много чего еще интересного. И как только все эти изменения устаканятся, я сделаю разным видео с примерами до и после. Поэтому, если вам интересно и вы не хотите пропускать актуальную информацию в мире осады, обязательно подписывайтесь на канал. Ну а я на этом буду с вами прощаться, до скорых встреч, пока-пока!